МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подъемочная группа побывала на концерте юных клоунов. Подробности в нашем следующем сюжете. Фиты радости. Под таким названием прошел концерт единственной в стране школы-студии «Мим Клоунады для детей». Сентября 2011 года в Центре детского творчества обучает ребят клоунскому искусству профессиональный артист и клоун Михаил Ахмедшин. Этот концерт стал уже четвертым отчетным выступлением для коллектива. Если первого концерта 5 реприз играл я, остальные ребята, то сегодня практически я заключительную репризу только сыграл, а остальные дети играли все 15 реприз. Это практически наш репертуар, но не весь, там еще 2-3 реприза у нас остались, они сырые. Я ребятами доволен. Я не знаю, как зрители вроде их хвалят. Хотя, естественно, они не взрослые, еще потенциал огромный у них в мастерстве имеется в виду. Но для того мы занимаемся, чтобы они набирались опыта. В программу концерта вошло 16 реприз в режиме нон-стоп. Более 20 юных клоунов радовали зрителей своими выступлениями. Среди цветов радости можно было увидеть внука-мимозу и его заботливую бабушку. В своих репризах клоуны высмеивали в зависимости от современных гаджетов. Манеру исполнения тяжелых роковых композиций и многое другое. Воспитанники старших групп играли интерактив с залом. Одно из самых сложных направлений клоунады, так как для этого необходим определенный опыт и умение работать со зрителем. Сегодня я видел, Влад вот работал в Чехарду. У него там ошибочки были, но ошибочки это там ужасные. Я потом ему подскажу, что определенный контингент детей на определенных с ними работать. То есть, ну для опыта его нормально, он нормально. Чтобы стать настоящими клоунами, ребята, занимающиеся в школе-студии мим-клоунады, помимо актерского мастерства, проходят занятия по гриму, пластике, приобретают множество других навыков, необходимых артисту этого жанра. Коллектив является участником всевозможных фестивалей клоунады и юмора, таких как Международный фестиваль Клоунфест в Москве. Все это способствует тому, что уровень постановок, реприз и качество их исполнения постоянно растет. Ну, сегодня было радостно, и все удивлялись и смеялись. Зал принимают хорошо вас, люди? Да. Скажи, пожалуйста, вот быть клоуном для тебя, что это значит? Это значит иметь большую фантазию и побольше улыбаться. Все, кто присутствовал на детском клоунском концерте «Цветы радости», получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения. В ближайших планах коллектива – принять участие в областном фестивале юмора, который состоится в апреле в городе Богданович. Николай Коростелев, Евгений Пресижнюк, НТС «Ребит».